Девушки отдыхают 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 сотрудниками милиции. Я как сотрудник обороны Севастополя, на мне даже бронежилета нет. Я просто хожу без оружия. У нас рядом находятся сотрудники милиции. Все мы работаем в правовом поле. Никто тут людей не унижал, не оскорблял. В настоящее время этих людей мы защищаем от нашей общественности, которая находится внизу, которая очень плохо настроена. Пожалуйста, пройдемте следующее помещение. Вот эти подарки, которые к нам привезли в город Севастополь, должен видеть не только Севастополь и Крым, но и вся Украина. Мы находимся в правовом поле, в нашем русском городе Севастополе. Мы рады гостям. Мы рады гостям хорошим, настоящим, но не таким гостям. И вы не следите за жизнью, да? Сколько раз на меня нападали за последние две недели? Сколько? Расскажите, я вот лично не веду. Тогда выясните, зайдите сами и выясните, сколько раз на меня. А куда нужно зайти? В интернет зайдите, посмотрите, сколько раз нападали на директора медиа-центра. Все. А вы их специально приобрели, именно для этих целей? Все. Спасибо. Благодарю. Сейчас мы все объясняем. Согласны. 97, упаковка Украины. Путь, часть 4. Я у вас буду брать описание. По факту вашего пребывания непосредственно в городе Севастополе, непосредственно у вас пребывание здесь. Вы родились и живете в Одессе, да? Да. А ценность. Привет. Это правда, что аренда закончилась уже у людей, которые снимают это? Да, люди здесь находились незаконно. Мы их пытались по-хорошему отсюда убрать, потому что аренда закончилась с 1 марта, в связи с тем, что еще за февраль не произведены полные оплаты. Вот. И плюс помещение использовалось не по договору. Здесь должен быть размещаться офис. Вот. Кроме непонятного назначения, здесь пытались делать под видом йоги-клуба какой-то дополнительной деятельностью, что нас и Райфайзенбанк, как залогодержателей, абсолютно не устраивало. Вот. Поэтому на основании всех законных моментов, на основании ГК, пока еще Украины, статьи 269-270, мы направили подписание на разрыв договора аренды. Ну, правда, не согласились наши арендаторы. Мы в одностороннем порядке расторгли. Сейчас они попытались на нас подавать в суд. Дальше, говорится, дело суда, правда, на стороне собственников. Мы имеем право в одностороннем порядке в случае нарушения договора аренды его расторговать. Скажите, а вот бронежилеты, вот это все, вы обнаружились? Мы, говорится, не догадывались вообще, что здесь такая деятельность ведется противоправная. Сейчас я вас слушаю. Артем дает объяснение. По словам, он желает объяснять, что он здесь делает. Вот так, я вам еще раз объясню. Я тебе говорю, что задержан, и Артем задержан. А никто не задержан, ну что вы думаете? Я уже пять раз. Это Молдород. Что вообще объясняет? Он, по слову, задержан. Он жив, здоров. Значит, подождите, он трубку не берет. Давайте с этим вопросом. Вас били сотрудники медицины? Я же не говорю, что сильно удерживали вас. Подождите. Он вам внятно объясняет, что его здесь никто насильно не убил. Я же говорю, что вы били его. Его сейчас опросят. Смотрите, он только что разговаривал по телефону, сидел со своими друзьями. С кем он там? Телефон есть? Да, уже. Говорить можно? Конечно. Позвоните до своим, чтобы не беспокоились. Он только что звонил. Друзьям кому? Родственникам? Отцу, матери кому? Он не сам приехал. Вы же говорите, он сам приехал. Слушайте, ну телефон тут работает. Включает даже Бруссель можно позвонить. Нет, но вы говорите, позвони маме, папе, друзьям. Кому позвонить? Ну что вы беспокоились? Ну никто не беспокоились. Еще раз вам объясняю. Кроме вас здесь никто не беспокоился. Слушайте, давайте выйдем, давайте выйдем, не будем мешать. Я говорю одно, а вы говорите. Что-то вы приехали. Нет, но вы говорите, позвоните своим друзьям. Друзья вам нет. Я вам еще раз спрашиваю. Вас попросили, либо вы помолчите, либо вы покиньте. Дайте затонечку. У меня еще много людей, мы с ними работаем. А вы мешайте моему работе. Да у вас точно это обстоятельство. Я понимаю, что вы стеклятельное решение ко мне. Не выводите меня сейчас такой конфликтной ситуации. Я хорошо помолчаю. Как вас зовут? Иван Андреевич. Иван Андреевич, вы же попросили, чтобы присутствовать. Сейчас я спецназакончу, и все. Вы пойдете вместе со своим другом заниматься своими делами. Хорошо? Никто никого здесь не задержит. Хорошо. Спасибо, не делай. Скажите, а против России какие-то высказывания были радикального характера? Нас не приглашали. А достаточно пойти и смотреть у них на сайт, так и все будет вам ясно. Мы же не просто так сюда пришли, но это будут с нашей стороны незаконные действия. Правильно? Хорошо. Иван Андреевич, мы делаем официальный запрос на руководство, за учебу управления милиции Севастополя. Конечно. Потому что нам поступил сигнал о том, что там блокируются журналисты, что являются уже неправомерными, если потенциально. Ну, я вам скажу, что двери не заблокированы, двери открыты. Граждан насильно, никто не удерживает. Когда? Насильно их здесь никто не удерживает. То есть мы можем идти? Их опрашивают, и по мере того, как их опросили, они занимаются своими делами. Ещё раз. Белоусов, да? Хорошо. Конечно, конечно, даю добровольное разрешение на проведение осмотра данных помещений. Претензий не имею, написано собственноручно. Вот его подпись, фамилия, всё. А я тогда здесь кто? Просто в данном помещении находятся ваши вещи. То есть, ну, просто вы будете присутствовать, следить там, ну, мало ли какие-то там. У нас возникнут вопросы, у вас. Для данного мероприятия у нас превышён следователь, который будет вести протокол осмотра. И двое понятых, Людмила, кто у нас понятые? Вот один, и вот второй понятой. То есть, ну, даже с вашей стороны, вот ещё вот, как бы, наблюдатели. Ну, вы тоже наблюдаете? Я смотрю, что я живёшь. Газеты, да? Да. А тут что? Там ловая бумага. Лерный чай. Ланя. Ну, вы не против, я разверну. Ага, ваши информационные, да? Кассету подготовь, но мало. Ну, мне сложно, давайте здесь. И составить только с помощью. Да, вот, просим. Да, не будет. Субтитры сделал DimaTorzok